МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развивающийся, современный, любимый. Благовещенск отмечает 164-ю годовщину со дня основания. Пересчитали налоги. Городские власти помогают пострадавшим предпринимателям в убыток бюджету. Оживляя историю, артисты ОКЦ воссоздали образы Николая Второго и графа Муравьева-Амурского в рамках велоэкскурсии. Об этом и не только расскажем прямо сейчас в эфире «Город». Здравствуйте! Благовещенску исполнилось 164 года. Жители Амурской столицы отмечают очередную годовщину со дня ее основания. Поздравления на Дальний Восток летят со всех уголков страны. И хотя праздничное шествие и массовое гуляние в этом году пришлось отменить, от традиционного возложения цветов к памятникам отцам-основателям Благовещенской власти не смогли отказаться. Исторические места посетили и наши телеоператоры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В торжественных церемониях по случаю дня города принял участие и глава региона, Василий Орлов, а накануне, во время прямого эфира в Инстаграм, губернатор отметил, что Благовещенск объективно хорошеет. Цитата. На дороге выделено больше миллиарда рублей. Ведется борьба с расклейкой объявлений. Это работает. Реконструируют площадку на набережной и площадь Ленина. Разрабатывается программа озеленения города. Этим вопросом в городе не занимались десятилетиями. Конец цитаты. Василий Орлов также отметил, что дорожный ремонт в этом году беспрецедентный не только по масштабам работ, но и по скорости их выполнения. Подрядчикам, которые реконструируют виадук на Загородной, к примеру, удается работать с опережением графика. Ремонт на Калинина идет с соблюдением плана. Городские власти намерены поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за пандемии коронавируса. Таких в Благовещенске немало – больше 3,5 тысяч человек. Пакет антикризисных мер поддержки начали разрабатывать еще в апреле. На что могут рассчитывать ИП и какие потери при этом понесет городской бюджет – узнаете из сюжета. Площадка для прогулок в частном детском саду Марии Сафроновой полупустая третий месяц. Дошкольное учреждение сейчас работает в формате дежурных групп, где не может быть больше 12 детей. Объем работы снизился на 70%. Выручка упала. А в федеральном перечне пострадавших видов деятельности дошкольного сектора нет, сетует предприниматель. Поэтому никаких мер поддержки ей не положено. Казалось бы, вы работаете, что же вы плачете. А с другой стороны, конечно, падение выручки существенное и гораздо больше, чем 30%. Есть у меня предприниматели, у которых падение выручки и на 50%, и на 70%, и на 90%. Поэтому сегодня, конечно, действительно, этому сектору крайне тяжело. Предприниматели надеются, что поддержку бизнесу окажут хотя бы на региональном уровне. На городском пакет антикризисных мер уже приняли. Во-первых, снизили налог на коммерческую недвижимость физических лиц с 2 до 75%, благодаря чему 3,5 тысячи предпринимателей в текущем году заплатят по налогу на четверть меньше, чем в 2019-м. Кроме того, приняли постановление об отсрочке аренды за муниципальное имущество. В два раза снизили единый налог на вмененный доход. Сейчас в администрации рассматривают вопрос об отсрочке по земельному налогу и об освобождении от последнего владельцев нестационарных объектов торговли на время действия ограничений. Планируется выделение субсидий до 200 тысяч предпринимателей, которые докажут, что их деятельность пострадала. Благовещенск, наверное, один из первых на территории Российской Федерации городов, именно муниципалитетов, кто принял такое беспрецедентное количество мер, целый комплекс. Поэтому, наверное, на нас, скорее всего, начинают опираться уже другие города. Принятие новых мер поддержки уже повлекло убытки в бюджете. В этом году городская казна недополучит порядка 380 миллионов. Впрочем, первоочередная задача мэрии сейчас – сохранить бизнес, поскольку именно на нем держится экономика областного центра. Сами же предприниматели все вопросы по предоставлению субсидий, снижению налогов и прочее могут задать по телефону горячей линии. Номер на экране. Александр Воронин, Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Меры соцподдержки, защита исторической правды и будущего страны, обнуление президентских сроков. За эти и другие поправки в Конституцию россияне смогут проголосовать 1 июля. Новую дату назвал президент Владимир Путин во время рабочего совещания с руководством Центра избиркома. 1 июля по такому особому случаю даже провозгласили выходным днем. Но проголосовать можно будет не только в этот день, но и заранее – с 25 по 30 июня. По мнению главы Центральной избирательной комиссии, это поможет минимизировать контакты и, как следствие, риски. Всем участникам голосования на участках будут выдавать защитные маски, перчатки и одноразовые ручки. Больших свершений и уверенности в будущем пожелала Благовещенцам мэр областной столицы Валентина Калита. Теплые слова от первого лица в честь очередной годовщины со дня основания города уже в эфире. Дорогие Благовещенцы, поздравляю вас со 164-й годовщиной со дня основания города Благовещенска. Наш край могли освоить только сильные, мужественные и дерзкие люди. И край с благодарностью принял нас, россиян, здесь, на этой земле. И отныне наша дальневосточная земля, земля города Благовещенска, российская. В нашем гимне говорится о том, что наш город трудовой, мирный, и он славен своими людьми и своими достижениями. И пусть город процветает, пусть он благоденствует. И каждый из нас, кто любит этот город, помогает сделать его еще краше, комфортнее и лучше. С праздником всех нас! С праздником! С Днем Города! Стать свидетелями подписания Айгунского договора, вспомнить, как открывались торговые ряды дома Чурин и Кой, даже увидеть цесаревича Николая II. Уникальную возможность Благовещенцам подарили режиссеры и артисты ОКЦ. Они проехали на велосипеде по некоторым достопримечательностям областного центра и вспомнили их историю. Как создавалась видеоэкскурсия и где ее можно увидеть полностью, расскажем прямо сейчас. Сменить кеды на сапоги, надеть белоснежный костюм, шляпу. Был простой парень Александр Китов, стал купец Иван Чурин. До начала съемок артист студии «Дебют» практически ничего не знал о жизни одного из самых известных дальневосточных предпринимателей. После углубления в историю признался, был бы не против пожить в те времена. Если на недельку, не больше. Ну, интересно. В целом, быт людей, как они жили, какие в те времена были трудности, интересности. В любом случае, это же было совершенно по-другому, не так, как сейчас. И да, это было бы интересно, мне кажется. Больше 130 лет назад, в день открытия торгового дома Чурина, в этом здании сейчас ЦЕФ, купец закатил для горожан большой праздник. На него благовещенцы пришли целыми семьями. Перебегайте, разговаривайте, там все, вы грязнете, не столько, да, вместе. Слышите меня? Да. Николай Николаевич Муравьев-Амурский сыграл важную роль в истории Дальнего Востока. 18 мая 1856 году был подписан Айгунский договор, где впервые была обозначена граница между Китаем и Россией. Именно после подписания договора Николай Муравьев и обрел приставку Амурский к своей фамилии, а еще должность генерала и титул графа. Другого высокопоставленного гостя, цесаревича Николая II, встречали в Благовещенске в 1891 году. В память об этом событии в Благовещенске построили триумфальную арку. Это уже вторая ее версия. А с какой точностью актеры инсценировали момент, который лег в основу эскиза знаменитого памятника казакам-первопроходцам. Дух захватывает. Про то, как архитекторы создавали их родной общественно-культурный центр тоже не забыли. По всем памятным местам Татьяна Чеботарь, культа-организатор УКЦ «Колесила» на велосипеде и вела экскурсию. Формат выбрали не случайно. Многие, допустим, мои друзья, которые сели на велосипед, они не знают, куда поехать. И очень много людей также, которые давно не были в Благовещенске. И вот эта вот экскурсия, им будет интересно посмотреть, как наш Благовещенск вырос. Посмотреть полностью почти 13-минутную экскурсию и окунуться в историю можно в инстаграм-аккаунте ОКЦ. Видео доступно для всех желающих. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город». На этом у меня все. Но не спешите переключаться после прогноза погоды. В нашем эфире поздравления почетных жителей областного центра и подарок от городского дома культуры «Зарисовка Благовещенский вальс». Я же с вами прощаюсь. Пишите, звоните нам. Всего доброго. До встречи в эфире. В среду 3 июня в Благовещенске утром набегут облака. Столбики термометров достигнут отметки плюс 12. Северо-восточный ветер в порывах до 7 метров в секунду. Днем он подует с еще большей силой и потеплеет на 5 градусов. Облачно. Вечером пасмурно, плюс 14. Ветер сменит направление на северное и в порывах будет достигать 9 метров в секунду. Ночью он немного стихнет, плюс 11. Город окутает туман. Атмосферное давление в эти сутки будет нестабильным от низкого до очень низкого, преимущественно 737 миллиметров ртутного столба. Берегите себя и чаще улыбайтесь. Дорогие друзья, разрешите мне от имени почетных жителей города Волговещенска горячо и сердечно поздравить вас с Днем Города. День Города в этом году мы с вами празднуем в довольно сложных условиях, в которых оказалась вся страна, да можно даже сказать и весь мир. Но я думаю, что мы победим эту заразу и с честью выйдем из этой ситуации. Уже не раз благовещенцы показывали пример мужества и героизма, в том числе и в борьбе с разными инфекциями. Я вам желаю крепкого здоровья прежде всего. Желаю ущерб, счастья, успеха во всем. Дорогие благовещенцы, мы живем в прекрасном солнечном городе, в котором во все времена жили и живут сильные духом, добрые, надежные и отзывчивые люди. Сегодня наш общий праздник – День Города. К сожалению, проходит он в необычной обстановке, в режиме самоизоляции. Но несмотря на все сложности, которые каждый из нас испытывает в этом году, я думаю, мы все переживем. Я желаю вам успешно пройти этот путь, сохранив здоровье и крепкую связь с родными и близкими людьми. Пусть дома ваши будут наполнены счастьем и любовью. С праздником, любимый город! Мы должны гордиться своей Родиной, своим городом и смело смотреть в будущее, в развитие нашего города и в развитие нашей России. Всем в этот день, всем жителям Амурской области и городу Благовещенска. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и достатка. С днем рождения, наш прекрасный, лучший город земли – Благовещенск! Над нашим городом веснулись твое уши листья. Благовещенск! Уже который год подряд встречают до поля, Но город наш совсем не стар, все больше молодеет, Лишь только старожил квартал, стороной повеет. И по улицам города пусть пройдет ветерок, С ненавязчивым шорохом подметет городок, Пробежится по крышам, по макушкам дверей Чтобы город проснулся, встретив жизнь и напевь Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла Когда вечерняя пора приблизится к Амуру Огни безгорода наш тогда заполнят всюду-всюду И вновь к реке, как и всегда, стремится тот, кто любит Здесь побродить хоть иногда, и счастлив этим будем И по улицам города пусть пройдет ветерок С ненавязчивым шорохом подметет городок Пробежится по крышам, по макушкам дверей Чтобы город проснулся, встретив жизнь и напевь Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла Вот снова день, куда спешат все люди по бульварам Спешит рабочий и солдат, студент спешит недаром Все это те, кто здесь живет, кто трудится и знает Что город наш чудесный дом еще прекрасней станет И по улицам города пусть пройдет ветерок С ненавязчивым шорохом подметет городок Пробежится по крышам, по макушкам дверей Чтобы город проснулся, встретив жизни на дверь Сижу я в северной столице, шлю благовещенску при Благоухающему цвету черемух, яблоник и слив Как он хорош в начале лета, наш именинник, как красив Свой день рождения город милый отметит, как и все онлайн Ведь каждый вирус пандемии он ищет жертву, избегай Пусть дома все уютным кругом поздравят город и друг друга И подыскав блузон и фраг, устроит праздничный аншлаг А чтобы не мусолить фразы, не мявлить рифмы не искать Хочу большого счастья разом, а всей души вам пожелать Чтобы Амурской столицей могли бы искренне гордиться Чтобы она гордилась нами, талантом, мыслями, делами А ветры слов бы разносили наш град из лучших мест в России Уважаемые благовещенцы, поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города Город Благовещенск самый лучший город на земле Это город, в котором сбываются наши мечты и желания Город, в котором мы встречаем свое счастье Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, мирного неба А самое главное, чтобы в ваш дом приходили только благие вести С праздником Благовещенцы! Редактор субтитров А.Семкин